Бородьба с бандитизмом, дитяшей беспритульностью, самогонаварением, крадежами лесу и хатни живёлы в 20-е годы минулого 100-го года были вельми неспокойным часом. Под час врачистостей, присвеченных 100-годовому юбилею отделения, открывается мемориальная дождь к памяти Соломона Гиндина. В 1925-м он узначалил новобедельскую милицию и загинул при затремании у сбройных злочинцев. С початком великой очины особого состава подразделения в складе городского изнишального батальона, взмогался с вооруженными парашютными десантами, потом воевал у Червонной армии и протезанских отрадах. У летописи новобедельского райотдела так само уделал у ликвидации наступства Чарнобырской катастрофы и борьба со злочинностью на меже 80-х-90-х годов минулого 100-годи. В лихие 90-е тяжело было, не хватало финансирования, материально-техническая база была слабая. Но работали на энтузиазме, потому что в основном все пришли люди работать по призванию. Справились с этим, не дали в районе разгуляться сильно преступности, тяжело было, но побороли ее. Открытие музейного покоя, падея, яку в отделе унитных справ администрации новобедельского района, чекали давно. Экспозиция хоть и не вельми великая, а ли тут уся 100-годовая история подразделения, 4-я рота, 3-е отделение, новобедельский отдел милиции, за минулый час, некольких разов заменялись и назвы, а ли заставалось и самое головное эффективное сопродение злочинности во всех ее формах. Служба у милиции николи не была беспечной. Вось у этой экспозиции сброя, якая была конфискована в злочинце у разной часы, причем часто она выраблялась, литерально у хатних умовах, як вось гэтый револьвер, просасованный для страдьбы малокалиберными патронами. У новобедельском отделе внутренних справ кажуть, что сегодня ситуация в районе находится под контролем. Такую думку подделяют и в Министерстве внутренних справ. По выниках минулого года, гэтый отдел у республицы прознанной лепшему свою категорию, як означается в отременном дипломе за высокие покажки у оперативно-службовой деянности. При гэтом тут обоязково подкресливить. Такий выник достигнут, дякуючи выключено профессионализму сопротивников милиции. Сто лет – это дата, когда подводятся итоги не только сотрудниками органов внутренних дел, а также и обществом, интересы которого мы защищаем. Служба в органах внутренних дел сегодня требует от сотрудника профессионализма, принципиальности и чуткости по отношению к обществу. Олег Синтеров, Евгений Макеенко, Телерадо, компания «Комиков».